Всем большой-большой привет! И это, наверное, одно из самых позитивных будет видео, которое я решилась все-таки снять на своем канале. И с вами поделиться не только косметикой, но и другими своими увлечениями, и другими подарками, которые у меня были на день рождения. Если вам интересна тема косметики, то оставайтесь со мной. Если вам интересна тема творчества, живописи, бисера, плетения, то, чем я еще увлекаюсь, то тоже оставайтесь со мной. И всем желаю приятного просмотра. Наверное, это видео будет более таким личным, более каким-то, может быть, творческим, вдохновляющим для кого-то. Потому что, на самом деле, помимо косметики, у меня есть еще очень и очень много увлечений. Мои подруги, близкие друзья, мне о них знают. И даже в этот раз подарки у меня получились исходя из увлечений. Ну, а начать я хочу видео с того, что я хочу поблагодарить Настю, мою подругу. Настя, привет тебе, спасибо, если смотришь меня. Я тебе хочу сказать огромное спасибо за твой подарок. Это тот подарок, который мне был нужен, который я сама попросила. Это штатив, на котором я сейчас снимаю видео на телефоне. Наконец-то у меня появился хороший штатив. У меня был штатив не телефонный, а для камеры. Он был не мой, а папе. Наконец-то я папе его отдам. И буду вам снимать на этом замечательном штативе. Разобраться с ним у меня заняло минут 10, что довольно, я считаю, хорошо. И для телефона вот я уже приспособилась. И вам сейчас это видео первое самое снимаю. То есть делается вывод, что вы меня будете видеть чаще в камере. И это видео, я думаю, будет довольно долгим, потому что оно будет наполовину болталком. Поэтому, если кто-то любит что-то пить, чай, кофе, покушать, то есть я всем это все желаю, чтобы это все хорошо прошло под мое видео. Ну, давайте перейдем непосредственно к подаркам. Про первое я вам уже сказала в камеру, к сожалению, показать не могу, но это очень классная вещь. И если вы за меня довольны, что теперь меня видно, слышно и все хорошо, то поставьте, пожалуйста, лайк видео, подпишитесь на канал, если еще не подписались. Но впереди вас будет ждать много косметических видео, покупочных, вайлдберис, на которые я сегодня тоже обязательно пойду. Мой отпуск продолжается, хоть и скоро заканчивается, поэтому я делюсь с вами своими положительными эмоциями. 9 июня, не так давно у меня был день рождения, прошел он у меня тихо, спокойно, в кругу близких друзей. И зарядилась я положительными эмоциями. Потом, после этого, мы еще встретились с девочками, с подругами своими, они мне тоже поздравили, подарили подарки. Ну, давайте начнем с самого первого, который я хочу показать. Это то, что мне подарила Мариночка. Привет тебе и спасибо. Во-первых, я оставила даже пакетики. Прошло 8 дней, но я как-то заморозилась, видимо, немного в этом состоянии. Вот такой вот милый пакетик. Я здесь вам, да, буду немного показывать красоты. Открытку я уже показывать не буду, считаю это лично. И тоже тут у меня был подарок. Самый первый, это набор, который я показывала вам, бисера, да. Я сегодня надела, чтобы показать вот это мое творчество, вот это вот все, то, что сделала я. Тут, конечно, все такое довольно простенькое. Кто-то скажет, что вот, ну не очень. Вот этот бисер у меня вообще подоблез, но я вот сегодня для своего творчества надела, да, так скажем, свои украшения. И еще, кстати, момент, что я до сих пор хожу в зал только на танцы, да, к творчеству. Если кто-то, может быть, не знает, я все еще занимаюсь зумбой. То есть с 2016 года по 2023 я периодически, не очень часто, хотелось бы намного чаще, посещаю танцы. То есть до сих пор я ими занимаюсь. Зумба мне очень нравится. И вот не так давно я купила даже футболку на Вайлдбери, заказала и в ней подходила. Вот, также я покупаю то лосины, то вот кроссовки у меня были. И, то есть еще у меня зал остается хобби, как и был. Давайте покажу. Вот так вот в пакетике пришел. Тут, в принципе, даже через пакетик видно эту красоту. Очень я люблю яркие цвета. Наверное, по мне это заметно. Люблю и весной, и летом, и осенью, и зимой. Мне без разницы, какое уже теперь, наверное, время года. Но летом и это чувствуется особенно. Вот смотрите, какая красота. Пока этот набор я не открывала, в том плане, что я из него ничего не делала. Но я открыла, посмотрела. То есть какого-то бисера больше, какого-то меньше. Здесь еще есть вот такие вот дополнительные кружочки. Ну, кто знает, кто в теме, тот, наверное, меня понимает. Вот так вот он выглядит. То есть сразу он пришел весь разложенный. До этого бисера мне приходила в пакетиках. Каждый пакетик приходилось вот в ячейку такую собирать, что заняло определенное время, но, в принципе, неплохо. Из моего последнего набора получается, вот то, что я сегодня одела, это вот это вот. Кроме вот этой самой первой. Вот эти все четыре сделаны из моего набора последнего. Я покажу, в принципе, у меня здесь все видно по плетению. Вот эти плетения все, вот два-три даже одинаковые. Это вот в один цвет, в два цвета и в два цвета так. То есть, в принципе, смотрится немножко по-разному, но плетение одно и то же. Вот это вот желтое и белое, они разные. Другое плетение. Но об этом я подробно не буду говорить. То есть я этим занимаюсь только для себя. Я это не продаю. То есть это мое хобби. Мне это интересно. Мне это помогает успокоиться, как-то создать какие-то настроения. Некоторые я делаю под свое настроение, некоторые под одежду. Называются это фенечки, браслеты. И в будущем я хочу попробовать еще сделать на шею такой аксессуар. То есть это уже в далеком будущем. Плету я либо на леске, либо у меня еще появилась нитка, которая тянется, да, резинка леска. Ну, наверное, по поводу бисера и подарочка Мариночке. Это все. Спасибо большое. Я буду продолжать свое творчество. Никогда его не заброшу. Делаю я, кстати, и Марине я делала уже одну фенечку. Ну, то есть один браслет и коллеги по работе я делала. И, в общем, я развиваюсь вот в этом творчестве и думаю, что буду и дальше. Следующее, то, что я вам покажу, подарок от Олеси. Это была классная сумка. Олеси, большое спасибо тебе. И я хочу показать ее, да, и рассказать кратко о ней. Вот такая вот она в стиле под леопард. Эту сумку у меня была возможность выбрать самой. Здесь идет две ручки. Одна вот такая вот длинная ручка и вторая короткая такая ручка. Очень, кстати, классная. Вот смотрите, да. Мне очень понравилось, что она оформлена в серебристом. Вся фурнитура в цвете. Я очень люблю серебристый, да, не люблю золотистый, потому что он быстрее из строя выходит. Сумка среднего размера. И эта сумка больше, мне кажется, на парадность, пока я в ней даже не ходила с ней никуда. То есть у меня пригласят куда-то в кафе или ресторан или еще куда-то, и там будет нужно какой-то красивый, яркий аксессуар, одежда. Я думаю, здесь должна быть однотонная, да, вот под эту сумку. И вот, ну, исходя из этого. Здесь есть кармашки спереди, сзади. То есть она сделана одинаково, но они все не закрыты. И внутри сумки, вот у меня что там осталось, я не убирала для объема, есть тоже карманы. Примечательно, что она идет в одно отделение, я как-то привыкла к сумкам, у которых два разделения, да, даже в маленьких. Но сумка среднего размера. То есть мне нравится, что она не большая и не маленькая. У меня была один раз сумка по Leopard лакированная, по-моему, от Avon или в Genie Pop, вроде бы от Avon. Она мне прослужила какое-то определенное время, но потом что-то с ней случилось, я не помню, или она истерла столь что-то. В общем, один раз, у меня здесь уже не была такая сумка, я решила повторить себе эту расцветку. Это коричневый такой вот, да, бежевый цвет. Там была еще такая серо-черная, но у меня есть такая одна маленькая сумочка, тоже подарок от Насти, я что-то решила взять вот в более теплой расцветке. Сумка хорошо застегивается, застежка здесь, мол, не работает хорошо, то есть, в принципе, все удачно. Она двойная, кстати, вот я только сейчас заметила, что она одинаково закрывается. Вот смотрите, да, даже вам покажу в одну сторону и в другую. То есть вы вообще никогда не ошибетесь, как вы закрываете сумку. То есть она, как я понимаю, вообще абсолютно двусторонняя. Показала я вам два ремешка, но, естественно, так никто носить не будет. То есть вы носите либо короткий ремешок на руке и в руке, но этим я буду намного, я думаю, реже пользоваться. И второй ремешок, это через плечо, носите либо на одном плече, либо вот так вот, да, на перекрест. Кстати, вот так на перекрест эта сумка тоже спокойно может носиться. Поэтому я считаю, что это классный аксессуар для однотонной одежды больше, для какого-то вечернего. Эта сумка может хорошо дополнить, мне кажется, однотонные образы, может хорошо дополнить какое-то платье. Вот. А, кстати, платье я до сих пор еще пока так и не носила, потому что у нас только после 13 июня, сегодня у нас 17 июня, если что, только вот 4 дня, у нас тепло. Я видела уже вчера фотографии знакомых, кто открыл купальный сезон. Если вы тоже, то ставьте лайк, пишите в комментариях. Я пока что еще его не открыла, но в будущем. У нас довольно ветрено в Ярославле, то есть у нас город хоть и не очень северный, это средняя полоса, но у нас очень часто есть ветер, а из-за ветра уже как-то я вот не очень люблю загорать. Вот то, что касается еще подарка сумки. И давайте покажу вам еще другие следующие подарочки. Это будет от Лизы. Привет тебе и спасибо большое. Она угадала, как всегда, на 100%. Там тоже я оставила пакетик. Мименький такой большой, показать вам. Смотрите, какой нежный, красивый. Просто все эти пакетики уже после видео, к сожалению, я буду выкидывать, я их не храню. Но вот, я даже открыла этот подарок специально для вас. То есть он у меня был запакован, потому что я планировала положить, даже, может, я, кстати, пакетики оставлю на память, почему вам сказала выкинуть. Может, вот так вот оставить, просто хранить красиво, почему бы и нет. Там, наверное, пакетик тоже я выбрасывать не буду, как память, как открытки. И, в общем, очень классные подарки обычно всегда от Лизы. Спасибо тебе большое. Они обычно косметические, потому что Лиза знает, что я блогер, ну, больше в сфере бьюти, как вы знаете. Я очень люблю и всегда рада косметике. У меня есть и запасы, и что-то у меня кончается. И вот такая вот вещь у меня появилась. Здесь я вам показываю, у меня будет перевернуто. Да, к сожалению, я прошу прощения, это телефон всегда переворачивает. Я вам прочитаю так. Сатин скин, атласная кожа. Это Белита марка. Вот это средство, пока я не пробовала, но оно актуально, мне кажется, всегда. И я буду с большим удовольствием пользоваться. Это бустер-минимайзер для лица, невидимые поры. Сейчас уже пришла пора лета, теплая погода, когда даже, мне кажется, нормальной кожей, как у меня, да, начинают появляться расширенные поры. Это проблема многих. Это потому что кожа жирнится, салится, потому что пришла жира, тепло, духота. И вот это средство незаменимое. Если честно, я не нашла, как точно им пользоваться, как я поняла, что это что-то вместо сыворотки, то есть то, что мы наносим после тоника, но перед кремом. Поправьте меня, если не так. Но, как я понимаю, что это так. Бустер-минимайзер для лица, невидимые поры. Да, вот такая вот милая упаковка бирюзовая. Кстати, мой любимый цвет. Такой вот ментоловый, светлый, такой классный, поднимающий настроение. Я считаю, что вещи, которые вам дарят, должны нести заряд положительной энергии, да, и не только радовать вас своим применением, но и тем, как они выглядят. Здесь вы, наверное, обо мне это больше узнаете, потому что я люблю вот такие яркие цвета. Я практически, кстати, не ношу черный цвет, потому что и серый. Они хоть и относятся к таким нейтральным, но довольно для меня угнетающим. Наверное, как вы по мне заметили, у меня, если я хожу в черном, то только дома. И это, знаете, это такая редкость. Я не знаю, я, наверное, хожу в черном раз в неделю, да, или два раза в неделю. Потому что в остальное время я хожу либо в светлом, либо в цветном. Мне это намного больше нравится. И черные мои стирки, кстати, если вот посмотреть, провести, да, вот эту вот хронологию намного реже. То есть у меня обычно либо белое сейчас вообще стирается с мая, с апреля начинаю, либо цветное, и черное очень даже редко. Но у меня муж носит черные вещи, как бы я стираю просто наши с ним вдвоем вещи, когда их накопится прилично. 20 мл идет продукт. Ну давайте, так как я уже достала, я вам покажу. Вот носик идет, и продукт, я думаю, что довольно жидкий, и очень приятно имеет запах. Сейчас я вам выдавлю, покажу. Такого же светло-зеленого цвета. Не очень это видно. Вы знаете, классный. Такой немножко силиконистый, чуть-чуть липковатый. Аромат вообще очень приятный. Ну вообще вся косметика, которую мне Лиза дарила, практически вся мне нравится. С удовольствием ей пользуюсь и буду с удовольствием пользоваться данным продуктом. И это, я думаю, что что-то вместо сыгралки. Очень приятно пахнет, просто обалденно. И по-моему написано, что этот продукт можно использовать и вечером. Если кто-то пользовался, напишите, пожалуйста, потому что я хочу сейчас подтянуть вечерний уход. Я все время забываю пользоваться вечерним кремом. Я всегда помню про дневной уход и постоянно забываю про ночной, к сожалению. Но кожа нуждается в дневном и ночном уходе, поэтому нужно мне себя как-то приучать. И вы даже верите, нет, за отпуск у меня это не получилось, потому что у меня столько дел. Мне кажется, вообще первый день только вот села за камеру и вообще села куда-то дома, потому что я практически постоянно весь отпуск либо на улице, либо в каких-то делах, либо куда-то еще что-то, куда-то бежать, куда-то идти, с кем-то гулять, с кем-то встретиться, что-то вот что-то, но в общем не дома. Вот сейчас сегодня суббота, я решила дома для вас поснимать и вообще весь день я сегодня дома. Так, и косметический наборчик, который меня так вдохновил своим цветом, опять же, да, спасибо тебе большое. Это не только такая вот терапия ароматов, и еще это цветотерапия, вот такая красота, я просто обожаю сиреневый цвет, а здесь еще и лаванда. Лиза знает, что я люблю лаванду, то есть человек подошел к нему, вот так вот это выглядит просто прекрасно, это два моих любимых цвета, сиреневый и бирюзовый, который я использую и в косметике, и просто меня окружают такие вещи, и блокнот этот мне муж подарил, он знает, что я люблю и сиреневый, и бирюзовый. В общем, это просто мои самые-самые любимые цвета. Они очень классные, яркие, красивые, мне кажется, они всегда модные и всегда поднимают мне личное настроение. Здесь два продукта. Очищающий гель для душа. Так, я не буду читать английский. Раскрывает свой аромат на вашем теле словно букет изысканных цветов. Так красиво написано. Нежная лаванда и изящная орхидея дарит романтическое настроение, превращаясь в нежную пену. Гель окутывает вас легким бодрящим ароматом, освежает и смягчает кожу. Ну, способ применения стандартный, нанести на кожу в ванне и воспользоваться. И еще, кстати, хотела вам сказать, не знаю, будет ли для кого-то приятно, но с кем-то хочу поделиться. Я в конце видео покажу, чем я делала сегодня макияж, в двух, так скажем, словах, потому что я вот эти продукты сейчас отложила. Может быть, кому-то будет интересно. Мне кажется, получился такой вроде с изюминкой, но летний дневной макияж. Поэтому вот оставайтесь со мной до конца, там в конце в самом я покажу вам. И 250 мл гель для душа. И здесь второй продукт, то есть продуктов всего два. Второй это скраб. Как я понимаю, частички морской соли скраба нежно отшелушивают кожу, выравнивая ее микрорельеф и тон. Органические масла и экстракт ламинарии питают клетки витаминами, смягчают и увлажняют ткани. Сладкая послевкусие от СПА-процедуры на вашей коже остается ненавязчивый купаж ароматов мате и амбретте. Вот даже вот так вот. То есть там не только лаванда, там еще и мате и амбретте. В общем, я буду пахнуть и благоухать. Объем тоже средства 250 мл. Очень классно это сделано, как коробочки красоты. Вот так вот открывается, и там вот такая красота. Я не знаю, я в восторге. Я так давно не получала таких подарков, как будто какую-то, знаете, посылку из, не знаю, Мальдив, да, из каких-то жарких стран получила. Вот мне вот так это вот все, знаете, такой сюрприз. Я не знаю, вот я вспомнила времена, когда мне девочки, я тоже девочкам дарила посылки, такая у меня приятная. Такие приятные, теплые воспоминания на душе и на сердце. И вот сейчас я это вспомнила. Вот я не знаю почему, потому что оформлено это как посылка. Вот так выглядит бирюзовый, то есть, да, вот это бирюзовый цвет и сиреневый. Мои самые любимые цвета, и как бы очень классно. Лаванды. Но он не просто лаванды, он еще с какой-то косметической одушкой, которая, знаете, прям как гель от душа парфюмированный, да, то есть, как будто внюхать и гель от душа, но в то же время, как будто это какие-то духи дорогие, какой-то вот, не знаю, просто супер женственный аромат. Большое тебе спасибо, я буду с удовольствием пользоваться. Я сейчас хочу закончить хотя бы 1-2 геля, то есть, я думаю, что в июле я начну, может быть, даже вот этот аромат лаванды, у меня как-то более к спокойствию, да, ближе, может быть, даже осенью. Потому что запах обалденный, просто очень классный. Ну, гель от душа я могу понюхать вам, показать. А второй продукт я открывать пока не буду, и он пойдет в запасики. Это вот такой вот, он здесь запечатан в целлофан. Ну, то есть, как я понимаю, чтобы ничего не разлилось, хорошо он запакован. И вот так выглядит упаковка. Аделеида, наверное, не знаю. Боди-скраб, мате и амбретто. Так, то есть, скраб для тела. Ну, то, что я вам сказала, здесь все и написано. Рекомендовано использовать 2-3 раза в неделю. Так, и что у нас тут еще из интересного? По срокам годности продукт пока запечатан вообще 24 месяца, может быть. И у меня это, ну да, 23-го года партия. Ну, отлично. Ну, и здесь еще сказано, что они тестируются на животных. И после открытия у продукта вступает второй срок годности, если кто-то не знает, я напоминаю, это 6 месяцев. То есть, 6 месяцев вы можете пользоваться. Но я думаю, что я начну либо в августе, либо в сентябре, потому что сейчас я пока все увлеклась абсолютно всем тем, что у меня было на лето. То есть, это у меня и пиноколада, и гель-ледуш от Фаберлик 4 я здоровенно взяла. Сейчас я пока еще только одним пользуюсь, манго и папайя, который... Вот, у меня там в использовании стоит ежевика. И, в общем, я вся увлеклась этим всем. И еще Эйвен мне прислал мой любимый гель. И, в общем, я там все завалом завалить всего в ванной. Поэтому пока что это все идет в запас. Ну, понятно, я же блогер, я это все люблю. У меня не один гель-ледуш, у меня как минимум 4-5, а то и 6 ароматов стоит. Я просто выбираю то, что мне нужно. Ну, сейчас пришло лето, мы намного чаще моемся. То есть, это либо раз в день, либо раз в два дня. Вот. А еще, кстати, я вот подстриглась, подровнялась немножко. Напишите тоже, как вам. Меня подровняли. Вот буквально хороший мне достался, я считаю, прикмахер. Ну, как профессионал. И меня вот просто кончики я подровняла. Это вообще просто за 15 минут мне сделали. И мне понравилось. Я уже сейчас вот... Я так, естественно, волосы высохли. То есть, если их выпрямлять, они будут чуть-чуть подлиннее. И можно сделать более-менее нормально. Сегодня я вот без выпрямления, да. То есть, это мои кудряжки, собственно. Вы видите. Сегодня я так больше как натурально. Ну, и, как вы заметили, у меня уже почти нет монтажа. Точнее, его вообще нет. Более живые видео кто-то заметил. Больше как-то расслабленные, более юморные. Но это, наверное, хорошо. Потому что это уже я меняюсь, канал меняется. Давайте дальше поговорим. Следующее. Из подарков. Получает. Я верила. Так. Это показала, это показала, это показала. Все, что я вам хотела показать. То есть, практически 20 минут я показывала вам только подарки. И дальше я перехожу к покупочкам. Давайте я покажу то, что я купила в магазине Улыбка Радуги. Если у кого-то есть этот магазин, я могу его посоветовать. Он действительно хороший. И если... Прошу прощения. И если вы любите косметику, да, то вам туда нужно обязательно сходить. Если вы заказываете на Валбересу, у вас есть этот магазин, я тоже советую. Потому что я иногда волей-неволей сравниваю цену. У меня есть такое. Я показывала вам не так давно в заказах с Валбересу, что я взяла бритвы. Вот с них я и начну. Ну... И на Валберес сейчас такие бритвы. То есть, то 400, то ли 40, то ли 460 рублей. Я взяла вот такие же бритвы. Вот здесь четыре штучки. Это бритвы Бик. У меня были розовые. И я взяла их за 275 рублей. То есть, это был желтый ценник. И можно купить дешевле вот в Улыбке Радуги, чем Валбереса. Здесь четыре бритвы. сиреневый, светло-розовый, ярко-розовый и желтый. То есть я вижу это так. Бритвы тройные, у них очень удобные вот эти наконечники. Я той бритвой своей, у меня одна пойдет в пустые баночки, я там еще покажу отзывы. Кстати, пустые баночки у меня будут на канале, я думаю, в конце июня. Поэтому тоже подписывайтесь на канал, кто любит эту рубрику, она у меня будет. У меня будет зачистка в конце июня, у меня будет Project Pen в конце июня. То есть, в принципе, на конец июня у меня большие планы, осталось-то всего меньше двух недель до конца месяца. Поэтому все, я обязательно оцениву, но не в один день, думаю, что в несколько дней. И вот эти вот бритвы, они не вызывают у меня раздражения, аллергии, то есть мне ими приятно бриться. Пару раз, может быть, были у меня небольшие порезики, но они могут быть абсолютно с любой бритвой. Я не скажу, что прям, знаете, у меня такие прям порезы. У меня бывало от некоторых бритв, что прям вообще и раздражение, и порезы, и нормально нельзя побриться, то есть как-то сразу уже трудности. Здесь такого нет. Вот так я покажу, да, еще раз лезвие. Поближе, может быть, если будет видно. Они вот такие вот, все здесь с таким уплотнителем. Все нормально, абсолютно сделаны. И за 4 бритва 275 рублей, я считаю, это очень недорого и бюджетно. Вот, поэтому могу посоветовать. Сама купила. И вообще у меня вот эта покупочка была больше, чем на 1000 рублей. Но тут у меня, вот вы сейчас видите, всего 4 продукта, и кроме одного все и по необходимости. То есть один у меня было в ствол. Ну, давайте покажу вам не дальше, что у меня было по необходимости. Я посмотрела одного визажиста, и загорелась я идеей взять корректор и консилер потемнее, потому что мои корректоры и консилеры, они очень светлые. У меня их две штуки. Один у меня участвует в проекте, второй, по-моему, тоже. И я вам покажу либо отдельным каким-то видео, что я снимаю с проекта, просто, что я снимаю. И в конце именно месяца я вам покажу, что я добавляю. То есть я, может, этим и начну сейчас пользоваться, да, но добавлю в конце месяца, что-то там на июль, допустим, было. Я, наверное, в таком формате сделаю. Проект у меня Project Pen называется. Это, как я понимаю, зарубежный проект, который называется «Использовать и выбросить». Вы берете косметику, и вы ее тратите, декоративную косметику. У нас много косметика валяется, много у нас не используется, а проект он все-таки дисциплинирует. И благодаря ему, кстати, я уже заканчиваю палетки теней, что довольно редко бывает, да. То есть мы, в принципе, берем одну, другую, третью, пятую, десятую. Я сейчас пользуюсь, и некоторые оттенки у меня уже заканчиваются. И мы приучаем себя, ну, то есть мы, я имею в виду, себя как блогера, или себя как человека чем-то пользоваться, да. То есть не чтобы это валялось и покупать новое. У меня сейчас лежит новое, я абсолютно приучила себя, я вам честно скажу, я им не пользуюсь. Потому что я хочу доделать свой проект, и когда я доделала одно дело, да, то я приступаю к другому. И если так себя дисциплинировать в косметике, так себя дисциплинировать в жизни, то, мне кажется, это, ну, намного будет лучше. То есть, допустим, делать дела, как я, например, по дому сейчас делаю дела понемногу какие-то, да, и не делаю все за один день. То есть я и что-то делаю, но я и сильно не устаю. Вот и здесь так же. То есть я чем-то по чуть-чуть пользуюсь, и потом я либо убираю что-то, либо я кладу новое. Ну, вот согласны с тем, или нет, тоже пишите в комментариях, потому что для меня сейчас этот подход очень нравится, очень актуальный. Мне он очень подходит. Вот, давайте посмотрим. У меня заканчивается, кстати, пудра. И пудру я взяла, вроде бы, ее полная цена была 575 рублей. Вот что-то около этого. Я не скажу, что это маленькая цена, но я покупала 15 июня, да, сегодня 17, пару дней назад. И была скидка на белый ценник в Улыбке Радуги. То есть у них там есть. Вот так выглядит. Пудра, это вот Vivienne Saboda, а тут у меня все перевертку. Ну, я вам говорю, Absolute Matte Powder. Вот эта конкретно пудра у меня идет в оттенки в тоне 03. Там всего 4 оттенка. То есть, как я поняла, первый там самый светлый, третий, четвертый, это что-то ближе к среднему. Темных оттенков вот у этой марки, ну, как я понимаю, нет. Так как кожа у меня уже лица подзагорела, сегодня на мне вы видите эту пудру. Ну, естественно, не только ее. У меня сегодня полный макияж. У меня есть скульптурирование, у меня есть румяна на лице, только нет вот хайлайтера, потому что никуда я не иду, и блестить не было ни к чему. Вот, поэтому вот хайлайтер, у меня, знаете, такой продукт, кстати, в последнее время, ну, больше как для улицы, да, то есть дома нам к чему вот как-то сверкать, да, я не знаю. Ну, ладно, каждому свое. 12 месяцев всего лишь может быть он открытым, и я не знаю, сколько получился, но получился со скидочками этот продукт, что, конечно, радует. Нет здесь зеркала, нет здесь поджига, нет здесь пуховки, это из минусов, и вот так выглядит сама пудра. А пудра сама является плюсом. Она идет мелкого помола, и у нее такой желтоватый, бежеватый оттенок. Этот цвет я советую тем, у кого средний тон кожи, либо у кого даже светлая кожа, но вы не хотите, чтобы она выглядела белой. То есть, в принципе, оттенок, вот, да, я вам покажу, светлый, но при этом он не выбеливает кожу, а делает ее такой, ну, давайте вот на этот минимайзер я вам его нанесу, вот так. Ну, и делает он кожу такой более прибранной и более матовой, то есть матовый эффект действительно вот этой пудрой и есть. Я всегда все наношу кистью, поэтому для меня не проблема, что здесь нет спонжика. У меня есть отдельное зеркало от Faberlic Большой, я не пользуюсь маленьким, поэтому я сразу шла с этой мыслью. Если для вас важно, чтобы было зеркало, если для вас важно, чтобы был вот этот спонжик или пуховка, то можете обратить внимание на другие пудры. Если вам, как мне, все равно, а мне действительно на это все равно и без разницы, есть это или нет, даже наоборот, мне лучше, если этого нет, что я пользуюсь абсолютно другим. То есть у меня другое зеркало, у меня другие кисточки. Вот эта вот пудра очень хорошая. Держится она весь день, она очень мягкая, у нее приятный, ненавязчивый аромат и ложится на тонкую вуалью, что, конечно, очень важно. Я могу посоветовать даже, наверное, для сухой кожи, потому что лично мою кожу эту пудру не подсушивает. Но для жирной кожи, наверное, все-таки нужно более какой-то матовый эффект, и поэтому, наверное, вот для очень жирной кожи, для проблемной, я эту пудру не могу посоветовать. То есть нужно посмотреть какие-то другие варианты посильнее. Потому что матовость этой пудры, да, она средняя. Вот сейчас даже на лице у меня видно. То есть она как бы есть матовость, но когда у вас начинает, например, салиться лицо или, допустим, потеть, то все равно это уже, наверное, ну не одна косметика с этим не справится, к сожалению. Но вот первый самый эффект изначально, мне очень нравится, она хорошо и очень мягко закрепляет тональный крем. Ну, тональный крем я вам рассказывала не раз, и в проекте я сейчас использую два тональных крема, я их смешиваю, и визажисты также советую делать. У меня получается для меня хороший средний тон. То есть меня он устраивает, мне он нравится. Он не сильно темный и не сильно светлый. Следующее, это вот как раз корректор и консилер. Я взяла от марки Evelyn, я не помню, был ли у меня конкретно такой, вам оставила упаковку показать, она такая квадратная. И это корректор 2 в 1, светоотражающий хайлайтер и корректор. Я бы этот корректор, вот конкретно который у меня, не назвала хайлайтером, я бы использовала сегодня только как корректор. Здесь заявлена ультрастойкая формула с гиалуроновой кислотой, безупречно гладкая кожа, без недостатков, идеальный цвет лица, не содержит ароматизаторов. То есть здесь все очень хорошо заявлено. По стоимости я уже, если честно, не помню, сколько стоит этот продукт, но он был не бюджетный, по-моему 350 рублей, насколько я помню, не сильно он дешевый. И так, посмотрим, что у меня тут. Он с января 2023 года, а с угодностью у него до августа 2025 года. Опять же, наверное, когда мы начинаем пользоваться продуктом, то вступает здесь всего второй срок. Ну, это декоративная косметика, здесь объем 7 мл, возможно, и 2 года можно пользоваться. Я обычно пользуюсь такими штучками месяца 3, они у меня сами заканчиваются максимум полгода. Вот, поэтому взяла на такой срок. Так, вот так выглядит сам продукт. Возможно, какой-то и был, но я не знаю, в таком тоне или нет, про тона я вам сейчас расскажу отдельно. Я оставила коробочку для того, чтобы вам сказать, что здесь написано. Так, а здесь, потому что коробочку я буду выбрасывать. Это жидкий корректор, с ультро-легкой текстурой и удобным аппликатором, который предназначен для локального нанесения, то есть вы наносите точечно, да, вот я сегодня вот сюда не нанесла, у меня здесь как бы прыщичек проветривается. Можно нанести на кожу вокруг глаз, на какие-то высыпания, на покраснение, если у вас есть такие на лице, на прыщики. То есть то, на что советуют. И он обеспечивает безупречный кроющий эффект. Это действительно так, да, я сразу читаю, буду говорить. Разглаживает микро-легия в контуре глаз, уменьшает следы усталости, придает взгляду выразительность. Действительно, этот корректор, я считаю, на мне смотрится более естественно, чем и выбеливающий. То есть он больше подходит под вот эти вот круги, под эти венки синие. Я его пробовала на руке и сомневалась я между двумя тоннами. Там есть два тона у нас было в магазине. Я между ними очень сомневалась. Но тот был более розовый, один, а этот был более бежевый. Я все-таки остановилась взгляд на бежевом. Мариночка была со мной, спасибо тебе. Еще раз большое, она мне подружески посоветовала взять этот и абсолютно я не промахнулась. Это попадение стопроцентное. В то. И что еще здесь? Корректор моментально осветляет темные круги под глазами, скрывает покраснение и другие несовершенства кожи. Удобная компактная упаковка, позволяет брать всегда и раз с собой, чтобы легко поправить макияж в течение дня. Но, наверное, тут достаточно. Только еще прочитаю, что фильтры защищают ультрафиолетовых лучей, что важно сейчас, именно летом. И негативного воздействия внешней среды. Входит только высококачественные натуральные компоненты. Корректор не содержит ароматизаторов, не вызывает аллергических реакций. Это действительно так. То есть реакции никакой аллергии мне не вызвал. И применение нанести на проблемные участки кожи. Я вам буду говорить именно на вот эту область и на сами глаза в качестве базы для теней. Это очень хороший корректор. Он для меня на 5 баллов. У него есть спонж. Давайте, да, вам покажу. И вот так выглядит сам корректор. То есть, сами видите, что он довольно средний, даже, наверное, ближе к темному, но за счет этого он хорош. Так, а оттенок у меня нигде здесь, по-моему, не написано. Это 0,5 тонн, да, если что, напоминайте, нюд, то есть, он есть натуральный. Вот такой цвет. Смотрите, я сейчас его нанесла на венку и вот так замечательно он перекрывает. То есть, перекрывающая способность у него средняя, ближе, наверное, даже к плотному. Вот такой вот корректор-консилер. У него приятнейший аромат, вся косметика приятно пахнет. У меня есть вот это средство, всем известно, которое, ну, вы знаете, я показывала его не раз основа под тушь замечательная, много лет я на ней. И теперь еще вот в любимчиках у меня будет вот этот вот корректор, буду им с удовольствием пользоваться. Коробочку я вот после данного видео буду выбрасывать, потому что оставила именно почитать и сказать вам, да, что заявлен от производителя. Так, и последнее, то, что я уже повторила и брала несколько раз из магазина, это мастхэв, мой фаворит. Это то, что я беру постоянно и мне очень нравится добавлять свой, вот не мной, допустим, даже макияж, это жидкие тени. Если кто-то ими не пользовался, я советую к ним присмотреться. Я сейчас их просто наношу пальчиком, да, на пальчики, наношу куда мне нужно, то есть в данном случае это у меня на серединку века, и я распределяю кистью. Мне вот это сейчас самый идеальный способ, то есть я не наношу тени сразу на кисть, я не распределяю их пальцами. Я взяла на пальчик и нанесла, да, это как вот мой совет, да, как он, лайфхак, да, то есть я говорю на пальчик, наношу на веки и распределяю аккуратненько кистью уже куда мне нужно. Вот так вот выглядит хорошо, то есть в принципе нормально и хорошо ложиться на матовые оттенки, на сатиновые оттенки, да, то есть перед этим вы же подготавливаете кожу, я сначала наношу вот этот сатиновый цвет, да, светлый самый, потом я наношу просто цвет матовый, потом я наношу жидкие тени, потом я уже добавляю в уголки глаз светлый оттенок, да, и под бровь, то есть все поступательно делаю в макияже, как и нужно. У меня оттенок появился еще раз вот такой, я не помню, по-моему, я его повторила, на Валберис такие тени сейчас стоят 249 рублей, в улыбке Радуги была распродажа, мне этот оттеночек достался всего же за 200 рублей, 199 рублей он стоил. Я выбрала два, но Марина меня такая говорит, ну возьми два, но потом я посмотрела, второй такой был чуть-чуть темноватый, и я все-таки больше люблю вот такие вот оттенки, более универсальные, не слишком светлые, но и не темные, вот этот оттенок это попадание 100%, по-моему, он у меня даже был, это 0,3 тонн, и я посмотрела специально Валберис, как он называется, потому что здесь это не написано, это розовый жемчуг, ну действительно, даже вот под розовый какие-то, да, макияж под фиолетовый подойдет, но вот даже под коричневый, да, вот у меня сегодня полностью, я извиняюсь, коричневый макияж тоже подходит, здесь идет, так, да, давайте сначала скажу, это люкс визаж серии Metal Hype жидкие тени для век, я прошу прощения, у меня аллергия на цветение, поэтому у меня еще не очень хорошо дышит нос, но я, у меня еще не было штатив, но я хочу вам показать видео, да, то есть у меня насморк, и поэтому может быть такое ощущение, что как-то нос говлю, это действительно да, так, но пока не пользуюсь я спреем, потому что я еще пытаюсь немножко себя отучить от спрея, я прямо вот сижу на спрее от аллергии, но когда я не выхожу из дома, сегодня такой день, когда я вообще не выхожу из дома, я пойду из дома завтра, ну, я выйду, кстати, из дома, но после видео, вот, я потому что хочу дойти до ваттtor's и до магазина, хорошо, что это у меня просто в одной минуте от меня, вот, далеко я никуда не пойду, поэтому я сегодня вот сразу же без спрея пойдусь, ну, у кого аллергия, у кого кто-то знает, То это, конечно, проблематично У меня она еще пока есть Такой оттеночек, мне кажется, не чисто розовый Давайте покажу Вот как раз нанесу на этот цвет Это вот такой оттенок Очень красивый розово-бежевый Какой-то жемчужинный Немножко и золота в нем есть Это очень богатый и красивый Неоднородный оттенок То есть это не розовый цвет Это скорее какой-то в серене его оттенок Это очень красивый тон Я сейчас заказала еще один тон Давай отберись, я его заберу сегодня Я там взяла свой сиреневый Который у меня, кстати говоря, закончился То есть он у меня был на проекте Я им пользовалась И он у меня уже весь полностью Вот в этом тюбике Он у меня закончился В этом тюбике, скажем мне Вот это, кстати, срок годности до августа 25-го года Так как я брала в магазине И второй оттенок, который потемнее Был что-то поменьше сроком Я решила его не брать У этого большой срок Это тон 03, я еще раз повторюсь И партия от февраля 23-го года Что еще нужно сказать Сколько он в объеме Сейчас скажу Это жидкие тени Еще раз повторюсь И объема здесь у меня не написано Возможно, тут еще что-то было Но объема я не знаю Ну, миллилитров, наверное, 6 Как я предполагаю В общем, такой, да Спонжик еще раз я покажу Он как в блесках до губ Вот, и с этого спонжика я прям пальчиком беру и наношу Давайте покажу Так я беру Еще раз И сводч подделаю немного Вот, сам оттенок И вот, смотрите, я беру вот так И вот такими вот Похлопывающими движениями Вбивающими в кожу век Я наношу Посмотрите, как равномерно получается Без всяких проплешин Без всего вот именно так Оложатся тени, эти как сейчас То есть еще у меня видео с лайфхаками получилось сегодня Но я уже разговариваю с вами 35 минут Думаю, что еще минуток 5 я буду заканчивать Вот так получается Тени, когда высыхают, держатся очень хорошо весь день Они выдерживают рабочий день Даже мой длиннющий рабочий день 14 часов 12 выдержит у вас И, ну, в 8 часов вы, естественно, да Вот так это остается Я потом после видео пальчик помою руку тоже и пойду Хорошо, кстати, смывается обычным мылом вообще Вот, смотрите Вот, тенок красивый Вот этот розовый Мне он очень нравится Я могу посоветовать, такой нежный Посоветовать и очень красиво Он смотрится с любыми тенями Так, ну и к макияжу перейдем Сегодня уже поговорилось много раз Что у меня коричневый макияж Я использовала для макияжа, да Сначала давайте помаду покажу Она у меня с проекта Это Фаберлик Решил я ей все-таки пользоваться И продолжать она больше как блеск Так 41, 109 Это серия циклеан Ну, как-то идет очень медленно Поэтому я взяла ее сейчас И пользуюсь ей почаще Вот, такой оттеночек Бежево-розовый Нейтральный, светлый Подойдет на день, на вечер Вместо бреска, вместо бальзама Очень, я считаю, уместный Даже можно на работу с ним ходить И он ненавязчивый, нейтральный Могу посоветовать Помада довольно жирная Имеет, кстати, чуть-чуть привкус Чуть-чуть И приятный аромат Ну, в принципе, кому как Мне нравится, как она смотрится Дальше у меня было сегодня Каял от Эйвон Вот этот вот коричневый тон Мой самый любимый Это вообще я беру постоянно Космик Браун Это у меня на слизистой Здесь нанесено Сверху и снизу Можно нанести еще как стрелку Но я таким не занимаюсь У меня для стрелки отдельная подводка Подводка у меня сегодня есть Я ее вам тоже сейчас покажу И подводка у меня от Фаберлик Уже тоже такая подостерта Она у меня в проекте Кстати, карандаш и подводка у меня в проекте В Project Planet И помада Все я использую Именно по нему Вот такая она уже Немножко не очень красиво выглядит Это серия Жордан Дежаверни Артикул 55-365 Если увидите, советую Такой наконечник Это подводка Давайте все-таки вам нарисую Ее коричневая Такая не сильно темная Не сильно светлая Вот она у меня сегодня на веке Она у меня сейчас в проекте Я ее буду с проекта снимать Потому что она у меня закончилась То есть эту подводку я использовала полностью У меня еще есть и другой серии По-моему, тем черная Синяя и фиолетовая То есть те подводки я тоже использую Уже заговариваться начинаю извиняюсь Да, потому что время-то уже много А я все говорю с вами и говорю В общем, очень классно Да, давайте еще раз я Но она не очень хорошо, кстати Вот по корректору уже рисует Это видно Скоро она у меня будет в зачистке И буду ее убирать с проекта Но пока еще есть Вот для видео сегодня я для вас Ей не красилась Ну и последнее, что у меня было Это коричневая тушь Когда же еще, как не летом Пользоваться цветными тушами Я не то, что прям призываю Но я советую от себя Ими пользоваться Потому что когда еще Мы будем ими пользоваться Когда мы будем ярко краситься Когда мы будем делать яркий маникюр Как мне сказал мой мастер За что, Олечка, тебе большое спасибо Я ей говорю Давай не будем делать яркий Сделаем как обычно Она говорит А когда ты будешь делать? Когда? Мы живем один раз Когда, если не сегодня Мы себе купим, допустим Новое нижнее белье Сейчас пойду забирать Свой уже четвертый Слава Богу Лифчик Бюстгальца Который мне очень нравится И я просто одного Ну как сказать Одной и той же модели Беру себе четвертый цвет Потому что я на Валберис Нашла свой идеальный белорусский Вот у меня есть белый Черный, красный Я иду сейчас собираюсь бежевый Когда, если не сегодня Мы сделаем себе яркий, красивый макияж Когда, если не сегодня Мы вот оденем вот эти фенечки Допустим, да Если мы этим увлекаемся Когда, если не сегодня Вот То есть, как бы, да Вот я вас тоже призываю Не забывать о том Что праздники у нас не часто А радовать себя Нужно каждый день Хоть понемножку Ну, последнее Это вот такая вот тушь Моя любимая Я уже не знаю, сколько я пользуюсь У меня такая синяя и коричневая Они у меня и в проекте Мне не очень нравится Это Белор Дизайн Я, кстати, не рекламирую Белорусскую косметику У меня к ней отношения давние С семнадцатого года, да Когда мы ездили еще с бывшим мужем В Белоруссию Хорошее отношение Но тогда я только начинала Пользоваться декоративкой Больше была на уходе Сейчас я распробовала Много декоративку Мне много нравится Тушь коричневая У нее Силиконовая вот такая щеточка Хорошо подходит Под дневной макияж Да, давайте немножечко Еще вот пододавлю Видите Она без сыворотки Да, я ее использую Чтобы без белой Чтобы она не перебивала Хорошо делает и объем И неплохой Она делает удлинение И видно, что она коричневая Но при этом я советую Да, как визажист В том числе Пользоваться коричневыми тушами Допустим на работу Потому что они делают Более мягкий взгляд Потому что они многим Подходят по цвету волос Да, допустим Ну не только брюнеткам Но и блондинкам тоже Поэтому я вот советую тоже От себя И как визажист И как просто человек Пользоваться коричневыми Подводками Карандашами Тушами Что я сегодня сделала И очень-очень довольна И такой макияж Мне кажется И вот то, что я сегодня сделала Будет актуально И в любое время года Весной, летом То есть это такой универсальный Дневной макияж Он будет Вслед без жидких дней Просто, да Обычным Даже дневным Офисным макияжем Он будет всегда Уместен И приятен для глаза Ну и соответственно Его больше всего Советуют визажисты Как я вам говорила Получилось видео На 40 минут Но я подготовилась И еще не сказала вам Один момент Поэтому я еще парочку минут Задержу Вашего времени И хочу вам сказать Радостную новость Именно для меня Так как у меня родители Художники Я не знаю Знал ли кто это или нет То я еще раз об этом скажу И напомню У меня Как бы я стала визажистом Да В 20-м году Получила диплом И не работала визажистом В основном Практикуюсь только на себе Но мое вот это видение Красоты Видение цветов Видение прекрасного Приводит меня Вот допустим К такому Да К каким-то Красивым нарядам Футболки Вы видите Там у меня красные Зеленые Голубые Да То есть я люблю цвета И я 8-го июня Перед своего дня рождения Пошла первый раз На мастер-класс То есть у меня нет Художественной школы Но мастер Молодой человек Его зовут Дмитрий Кстати мой давний знакомый Помог мне И Олеся Олеся привет Тебе Олеся нарисовала свою картину Я свою Я решила вам просто Видео показать ее Это моя первая картина Я нарисовала цветы Вот как это выглядит Это холст И это масло То есть вот так вот выглядит Моя первая авторская работа Дмитрий здесь мне помогал Рисовать вот этот вот Самый крайний Вот этот цветочек Остальное вот Как бы тоже Ну была помощь его Я не спорю Но помощь Где-то раз 5 Он мне помогал За всю картину Потому что у него Другие были ученицы Девушки Это вообще молодежное движение У нас проходит На районе на пятерке И оно для более молодых Ну в любом возрасте Можно начинать Я вот начала в 35 лет Сейчас в 36 Я продолжила И возможно В каком-то следующем видео Через недельку У меня высохнет вторая картина Я вчера ходила второй раз Я вам покажу То есть здесь у меня были тюльпаны И кстати Если кому-то интересно Эти тюльпаны Изначально были Белые То есть на пропорции Кто художник Я пришлю не обращать внимания Потому что моя первая картина Я не Художник профессиональный То есть я просто Рисовала Это были белые Изначально тюльпаны И немножко был другой фон То есть он был вообще Тоже белый Но вот мы решили так Что у меня будет Такое более все красочное Сейчас лето И у меня всегда Такое настроение Вот это все Что я хотела вам показать Всем желаю Самое главное здоровья Хорошего продолжения лета Подарков и покупок Чтобы вас радовали Хобби То чем вы хотите заниматься Заниматься Всем удачи И подписывайтесь на мой канал Выставляйте колокольчик Чтобы не пропустить Мои новые видеоролики Пишите комментарии Ставьте лайки Мне это будет очень приятно Впереди вас ждет Много новых видео Всем удачи И всем до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok